Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». В этом году исполняется 254 года со дня рождения крупнейшего русского литератора эпохи сентиментализма создателя истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. Все восемь томов стали выдающимся событием общественной жизни страны. Неудивительно, что и сегодня создаются уникальные иллюстрации к этому великому историческому произведению. У нас в гостях художник-иллюстратор Юлия Гжельская. В технике литографии она создает новую жизнь истории государства российского. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Спасибо, что приехали поделиться вашим удивительным проектом, рассказать о нем как можно большему количеству людей. Мне известно, что Пушкин высказался на этот счет таким образом. Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Каким образом именно вас заинтересовала биография, жизнь, творчество этого великого литератора, автора, историка Николая Михайловича? Для начала я бы хотела сказать несколько слов, что я закончила высшую школу печати и медиаиндустрии, а в прошлом это университет печати имени Ивана Федорова. И, собственно, в стенах университета я попала в мастерскую книжной иллюстрации к народному художнику Борису Аркадьевичу Деодорову. И пришла я к нему не с пустыми руками, как говорится. У нас в то время был очень строгий преподаватель по истории Отечества. Она заставляла нас от руки переписывать древнерусские летописи. И была курсовая работа. Нужно было выбрать любое классическое произведение и проиллюстрировать в определенном стиле. И вот под впечатлением от этих конспектов летописи я выбрала «Повесть временных лет». Собственно, с этими иллюстрациями я и пришла к Деодорову, а он, увидев их, мне предложил обратить внимание на Карамзина. И одну из вот этих первых эскизов, еще даже не к Карамзину, а к «Повести временных лет», он мне посоветовал воплотить именно в технике литографии. И вы нисколько не пожалели, что обратились? Нет, конечно, это открылась новая веха, скажем так, и в студентстве. Так получилось, что эта тема истории государства российского стала впоследствии темой моей дипломной работы. И в общей сложности начала я ее делать с первого курса института, вот придя, собственно, к Деодорову. И, конечно же, нет, до сих пор эта тема интересна. Она очень многогранна и глубокая. Мне кажется, она никогда не утратит актуальности и желание покопаться, что-то еще новое узнать. А какой цикл именно ваш, может быть, вы перечислите? Да, за время обучения в университете и после уже окончания сформировался некий цикл. На текущий момент это 12 сюжетов. То есть отбор сюжетов был очень тщательный. 8 томов – это, конечно, глобальная работа. И, наверное, она может растянуться и на всю жизнь. Поэтому мы отбирали сюжеты, основываясь, собственно, на концепции Карамзина, который сам красной нитью сквозь свое повествование проводит ключевую роль правителя в счастье или несчастье судьбы народа. Поэтому мы с Борисом Аркадьевичем отбирали таким образом сюжеты, делая упор именно на самых важных, таких, скажем, ключевых в истории нашей страны правителях. Ну, не только там ряд именно князей и правителей, есть еще выдающиеся события, мимо которых просто нельзя пройти мимо. Поэтому 12 сюжетов, начиная с древнейшего, с самого начала, это «Рюрик, Синюс и Трувар» – первый сюжет. Затем идет князь Олег. Собственно, это именно тот правитель, который сделал Киев матерью городов русских. Затем княгиня Ольга, как прародительница христианства. Она подготовила почву для распространения христианства на русской земле. Затем, конечно, князь Владимир, как мы его все знаем, «Красное солнышко». Это непосредственно уже крещение Руси. Следующий сюжет в цикле – это Ярослав Мудрый, как такой расцвет христианства, строительство многих храмов, их благоукрашение, переписывание книг, перевод их с греческого языка. То есть такая очень крупная, цельная натура, которая как раз предшествует следующему сюжету. Следующий сюжет – это междуусобные войны, междуцарствие, можно еще так сказать. Когда, к сожалению, русские князья не могли договориться между собой, кто из них главный, какой город должен быть ведущим. И, к сожалению, этот период раздробленности привел к тому, что на Руси установилась татар-монгольская ига. Потому что не смогли они противостоять силам татар. Не было единства, потому что все были, каждый сам по себе. Вот как раз следующий сюжет – это набег татар. Затем идет сюжет, рассказывающий о князе Александре Невском и описывающий «Ледовое побоище». Вот как раз такое ключевое событие русской истории. Я выбрала этот сюжет. Мне хотелось показать, что даже в этот темный период, непростой для Руси, под гнетом татар-монгол, все равно есть такие проблески надежды. То есть не перевелись такие князья, которые способны доказать, что Русь, она не сломалась, что много нравственной, духовной силы есть в русском народе, в русских князьях, которые способны противостоять врагу, даже в такое непростое время. После Александра Невского следует сюжет, повествующий об Иоанне Калитее. Это московский князь, который начал возвышать Москву, и именно с него, на мой взгляд, началось объединение раздробленных до ныне мелких княжеств в это единое сильное государство. Затем следует сюжет Дмитрия Донской. Это окончательная победа над татаро-монгольским игом. И последние два сюжета цикла. Иоанн Третий, картинка, описывает момент венчания Иоанна Третьего с греческой царевной Софьей Палеолог. Этот момент выбран и как важный в политическом смысле для Руси, потому что именно благодаря этому союзу на Руси обратили внимание все западноевропейские державы, то есть Русь уже перестала быть каким-то непонятным полуварварским государством. Она встала уже на одной линии с ведущими тогда державами. Именно в тот момент Москва начала свое движение к тому, чтобы ее называли Третий Рим, Москва-Третий Рим. Также мне хотелось показать, что на основе семейного союза, на основе венчания выстраивается, ну, собственно, все. Выстраивается и сила государства, то есть сила любви, сила семьи. Она в основе сильного государства. И финальный сюжет этого цикла на текущий момент – это Иоанн Грозный. Это последний Рюрикович. То есть если мы начинали Рюрик Синюс и Трувер «Начало династии», то завершающий сюжет – это Иоанн Грозный, последний крупный представитель династии Рюриковичей. Конечно, эта картинка, она уже по своей композиции, по своему цветовому решению напряженная, она темная. Она как бы готовит зрителя к тому, что впереди Русь, ждут тяжелые времена, смутное время, когда не было сильного правителя. Карамзин, кстати, он хотел свою историю завершить на царствовании семьи Романовых, но он не успел и закончил. Вот девятый том обрывается на главе между царствием годы 1612-1613, то есть это самый разгар смутного времени. И ваша многогранность в этом, как раз ваши посылы. Это дорогого стоит, конечно, погрузиться в это, передать новому поколению весь этот экскурс исторический, потому что, слушая вас, я сама погружаюсь в это, и картинки переносятся перед глазами. Здорово, что сейчас наши зрители могли ознакомиться с вашими литографиями. Спасибо, что предоставили их. И Юлия, а вот о самой технике расскажите, что это за техника литографии, и вот как это все играет, и как вы этим пользуетесь? Да, безусловно, конечно, техника, то есть процесс создания композиции, иллюстрации, это один момент, а воплощение их, то есть какими они будут вот в реальной жизни, как они сделаны, это уже следующий этап, немножко другой мир. И техника литографии, вообще, что это такое? Литография – это старинная техника печати. Она появилась в Германии в конце XVIII века. И ее особенность, ее принцип основан на том, что изображение с плоской печатной формы, который служит в литографии камень-известняк, под действием давления перетискивается на лист бумаги. То есть здесь в основе лежит химический процесс, когда по камню, специальным образом подготовленному, перед тем, как на ним работать, рисуется особыми материалами. Это литографская тушь и литографский карандаш. В основе своей они имеют жир и черный пигмент. Самое главное, что они зажиривают камень, когда ты рисуешь ими по поверхности. Впоследствии, когда рисунок готов, специальный мастер, мастер-печатник, обрабатывает поверхность камня легким кислотным составом. В ходе этого процесса те участки, которые закрыты были литографским карандашом литографской туши, то есть там, где был нанесен рисунок, к этим участкам будет прилипать краска, а остальные участки будут краску отталкивать. Когда мастер-печатник накатывает на камень целиком валик, валиком катает камень, то где-то краска прилипает, где-то нет. И, собственно, потом прижимается давление, пресс протискивается на специальном литографском станке. Вот эта вся конструкция – камень, лист бумаги. И получается оттиск. То есть потом мы снимаем лист с камня, и то, что мы нарисовали, собственно, мы видим в зеркальном отображении на листе бумаги. Требуется помощник. Вот, да, конечно. Литография немыслима без мастера-печатника. Это человек, который производит все технические работы с камнем. Он камень шлифует. То есть перед тем, как рисовать на камне, камень специальным образом подготавливают. Его шлифуют водой с песком, добиваясь определенной фактуры. Фактура может быть более зерненная, так называемая, с корешком. Может быть, совсем гладкая. В зависимости от фактуры тоже можно добиваться различных эффектов. И как раз мастер-печатник, впоследствии, после того, как художник свою работу выполнил, он, камень готовит к печати, собственно, производит печать. Он смешивает цвета, забегая вперед, сейчас расскажу о том, что такое цветная литография. То есть это человек, в руках которого вот эти все тонкие нюансы, каким получится оттиск. Поэтому мастер-печатник, он в равной доле является сотворцом готового оттиска. Художник сам, если только он не обладает вот этими всеми навыками, не сможет просто сделать. Поэтому работа довольно длительная по времени, потому что один день, одно время ты рисуешь камень, то есть вот, собственно, рисунок создаешь. Это может быть не один день, ну, как правило, всегда довольно много времени. Затем отдельный день, когда камень готовится к печати. Затем отдельный процесс сама печать. И вот здесь как раз мы подходим к теме цветной литографии. То есть что такое цветная литография? Это когда изображение цветное создаётся благодаря печати с нескольких камней. В чём сложность этого метода? Что художник должен свой эскиз цветовой разложить на составляющие цвета. То есть он должен продумать, как свою цветовую композицию разложить на эти составные цвета. Тонкие математические просчёты. Да, собственно, вот в этом сложность. И для каждого цвета, как говорят литографы, создаётся свой камень. То есть отдельно синий, красный, жёлтый, чёрный отдельный камень под золото, если делается золотая присыпка, как правило, в финале. И потом эти камни все печатаются на один лист бумаги. То есть есть вот один лист, мы на него сначала синий, потом красный, потом жёлтый. В один день печатать все камни нельзя друг на друга. То есть обязательно должно пройти время, чтобы предыдущий цвет бумага впитала в себя именно краска, чтобы хорошо высохла. То есть для каждого нового цвета отдельный процесс печати. А сколько у вас по времени на создание 12 сюжетов ушло? В общей сложности эта работа длилась 8 лет. В какой-то момент я немножко переключалась на другие темы для иллюстрирования. Но в общем, в среднем на одну картинку, в среднем в одной картинке у меня задействовано 6-7 цветовых камней. Это при быстрой работе, ну, очень быстрый темп, 2-3 месяца, чтобы сделать одну картинку. Самое длительное, именно по времени изготовления, был сюжет «Вещи Олег». Он был как бы самым первым. Заняло у меня полтора года. Но с ней вообще связаны интересные истории, потому что мы отпечатали первый тираж. Там получилось у меня 12 камней в этой работе. Она очень богатая на оттенки. И когда мы отпечатали первый тираж, завершили. В мастерской прорвало крышу, случился потоп, весь тираж пропал. Он просто вот погиб. Под наводнение пришлось это все заново рисовать. Заново все камни, заново печатать. И поэтому вот такие моменты жизненные, непредвиденные ситуации, которые тоже случаются в общей сложности. Какой их масштаб вообще, объемы? Например, одной картины, если в сантиметрах. Да, все сюжеты достаточно крупные. То есть это примерно 30 на 40 сантиметров одна картинка. Помимо цветных картинок я также делала и черно-белые литографии, линейные. Они у меня выполняют роль заставок. То есть каждая глава предваряется такой вот небольшой заставкой. Для меня было вообще... Я удивилась, что не было вот за все это время именно конкретной иллюстрации к истории государства российского. То есть художника, который бы сел и начал бы рисовать адресно к этому произведению. То есть, как правило, все издания, которые мы видим на полках книжных магазинов сейчас, в основном идут иллюстрации, которые представляют собой миниатюры, иконы. Вот такой исторический материал, который собран из разных мест. То есть ваш проект, он уникальный? Да, не было иллюстраций вот именно таких вот... Персональных, только направленных на это произведение. Было издание. Собственно, Борис Аркач обратил мое внимание. На него мы от него отталкивались. В 1990 году в издательстве «Детская литература» вышел такой том «Избранный глав». «История государства российская избранная». Он был проиллюстрирован народными художниками Жареновым и Васильцевым. Проиллюстрирован в технике флорентийских мозаик. То есть эти художники, они создали уникальное оформление станции метро «Нагатинская». Это тоже древнерусские сюжеты, именно в технике флорентийская мозаика. И отталкиваясь от этих иллюстраций, собственно, был создан вот этот том «Избранный глав». Иллюстрации там адресные, да, они к Карамзину, но они прекрасные, хорошие, но они вот не отозвались во мне почему-то. Наверное, потому что они были сделаны в таком монохромном, сдержанном цветовом решении. А я, когда читала Карамзина, тоже начинаешь изучать весь вот этот исторический материал. Ты ходишь в храмы, смотришь фрески, смотришь миниатюры. То есть что сохранилось со времен, что сам видел Карамзина изобразительного вот в то время. И когда я заходила в храмы, когда смотрела вот весь этот материал, у меня вот я чувствовала духовное родство между текстом Карамзина и, собственно, тем, что видела. И именно в цвете, именно вот в яркости, в сочности цветов. Конечно, фрески в храмах, особенно в древних, они немножко уже от времени потеряли свою насыщенность цветов. Но иногда ты, бывает, вот сидишь в храме, и тут поток света освещает какую-то часть расписанной стены. И ты прям буквально видишь, как проступают сквозь этот немножечко уже припыленный веками цвет, слои этой фресковой живописи, проступают более яркие, как бы они расцвечиваются, как драгоценный камень изнутри. И вот мне почему-то Карамзин изначально виделся в цвете, потому что язык, каким написана его история, он очень живой, он очень проникновенный, он очень эмоциональный. Вот это речь человека, который описывает, он, Карамзин, провел грандиозную работу. Даже не просто свел некие исторические данные в несколько томов. Он реформатор. Он пропускал через себя, он читал эти летописи, у него там был целый штаб людей, которые ему эти летописи находили, он каждую летопись прочитывал, делал пометки. То есть это все пропущено через него. И то, что мы видим на выходе, вот этот текст, это не сводка каких-то дат в перемешку с тем, что было тогда-то и тогда-то. Поэтому это интересно читать. Благодаря вам мы заново можем взглянуть на Карамзина, понять, что он наш современник, человек, который видит живую историю и хочет о нас ее донести, чтобы мы в настоящем прикоснулись к прошлому. Потому что это всегда живая связь, взаимосвязь, нить, о которой мы не должны забывать ни в коем случае. Да, Карамзин говорил, что без знания прошлого не может быть будущего. Это очень важно, знать историю не только правителям, которые, как он говорил в истории, как моряки на картах ищут путь, которым следует вести государство, но и простой гражданин должен читать историю, потому что она мирит его с тем, что и в прошлые века была несправедливость, и, собственно, всегда были бедствия. Да, и мы обязаны их повторить, если мы о них забываем. Мы должны быть спокойны, прежде всего, любить свое отечество и знать свою историю, потому что без этого мы, как мы можем вообще жить? Мы можем называться русскими людьми, если мы не знаем, откуда мы, кто наши предки. Я думаю, что повод для народной гордости — это и ваша литография. Это то, что обязательно должно быть донесено до широкого круга читателей, зрителей, аудитории. Конечно. Какие шаги вы для этого делаете, какие планы на будущее? Потому что я считаю, это великолепный исторический материал, который должен прозвенеть. Ну вот, уже, собственно, кое-что сделано на этом пути. В 2012 году издательство «Витанова» — это питерское издательство, очень хорошее, которое известно тем, что оно очень качественно издает литературу. Выпустило издание. Это, конечно, пока что не «12 томов Карамзина». Это издание, называется оно «Литографская сюита. История государства российского». В это издание вошли цитаты из 12 избранных глав Карамзина. Собственно, у меня 12 сюжетов. Мы хотели сделать такую книгу, как в жанре книга художника. То есть, когда оригиналы иллюстрации вставляются непосредственно в книгу. То есть, это не цифровая печать, а тиражная, как печатаются все книги, а именно рукотворное издание. Это, конечно, работа, на которой мне бы не хотелось остановиться. Мне очень хочется, чтобы иллюстрированный Карамзин появился на полках книжных магазинов. И сейчас, реально оценивая свои возможности, наверное, я вижу это таким образом, как все-таки это некий том избранных глав, а не 12 томов, а избранные самые значимые, самые яркие события из истории государства российского, собранные вот в этот том. Конечно, нужно привлекать рецензентов. То есть, эта работа требует научного одобрения, научной оценки. Не просто так вот мы взяли и отобрали. Должно быть рецензирование на высшем научном уровне, чтобы это имело вес, чтобы это было оправданно. Мне кажется, даже в этом отношении том избранных глав, он легче психологически читателю, легче взять в руки один том, чем вот эту обойму из 12 томов. Хочется, конечно, чтобы грядущее поколение открыло для себя Карамзина. Мне кажется, он немножечко сейчас, знаете, стал таким энциклопедическим восприятием большинства людей. И поэтому его не особенно, наверное, рвутся читать молодые поколения. Но мне кажется, что вот это благородство, изящество, живой интерес, какими написано его, как он называл сам историческое поэма, «История государства российского», не может не быть неинтересно читать. Язык очень легкий. Вот, собственно, новаторство Карамзина было еще в том, каким языком он написал это произведение. Ведь он был, как сказать, создателем литературного языка, на Руси в том числе. Пушкин писал, что все бросились читать Карамзина, даже дамы, которые раньше только любовными романами увлекались, все взахлеб бросились читать Карамзина и открывать неведомую до ныне историю. Юля, спасибо большое. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Может быть, напоследок ваши пожелания нашим зрителям, которые, я уверена, совсем скоро будут иметь возможность ознакомиться с главным изданием, переизданием «История государства российского» с вашими иллюстрациями. Что, хочется пожелать всем оптимизма. В наше время сейчас так много всяких негативных новостей, информации, которая буквально изливается на нас. Но, несмотря на это, культура, русская культура, искусство, это те вещи, в которых можно для себя черпать и утешение, и успокоение, и вдохновение для того, чтобы проживать каждый новый день с радостью. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях была художник-иллюстратор Юлия Гжельская. И мы вместе с Юлией призываем вас радоваться жизни, творить и вдохновлять других. С вами была программа в движении. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова